На улице Скоморошинской завершилось строительство памятника архитектуры. Многие рязанцы были искренне удивлены тем, что полностью снесенный ранее дом предстал вновь в своем первоначальном обличии. И никакие условия руководителей стройки не склонили градоначальство к возведению очередного стеклянного офиса строения. Эта постройка выстроена общественными организациями, в том числе и СМИ, и вашей телекомпании, и даже канал «Культура федеральный» уделял внимание этому зданию. Это дом так называемый Ананиных-Корбовых. Разновременные постройки, начиная с 18 века и кончая концом 19 века. И здесь хотели строить четырехэтажное торгово-офисное здание. Но это дом памятника архитектуры. И силами общественности, и СМИ удалось отстоять. И это первый пример рязания, когда кто сломали, то и построили. То есть разобрали двухэтажный дом, двухэтажный и построили. Нельзя втыкать в исторической части города высотные какие-то коробки. Красивое, разноцветное, полностью реставрированное здание теперь многие годы будет радовать уставшие от серых безликих построек взоры рязанцев. Наши экологи и активисты долго отстаивали памятник. Наконец их усилия принесли плоды. Это, можно сказать, первая победа в современной России от наших общественных организаций. Потому что сейчас очень трудно бороться. Сейчас не Советский Союз, а другие права, собственники, охрана прав собственника. То есть тяжело. Но, тем не менее, это пример, как можно в Рязани, в простом провинциальном городе, отстаивать даже свою историческую значимость, свою историю и беречь, так сказать, прошло своего народа. Нам сказали, что это будет торговый офисный центр. Ну, в принципе, даже престижно в таком Дане сидеть, потому что, во-первых, вид на Кремль, и здесь был старый базар, это историческое место. В нашем городе еще много старинных памятников, которым грозит либо снос, либо полное запустение. А так хочется хоть немного изысканной красоты в нашей порой обыденной будничной жизни.